Фильм «Катастрофа» Вадима Абдрашитова «Армавир» начинается тихо и благостно. Теплый вечер. Набережная курортного города на Черном море. Подвыпивший мужчина машет красивому круизному пароходу «Армавир». «Армавир!» Но внезапно пароход исчезает из виду. Сергей Гармаш сыграл в «Армавире» одну из своих первых ярких ролей. На съемках у актера было полное ощущение реальности происходящего. Была такая какая-то тишина. На самом деле на съемочной площадке нечасто бывают такие моменты, когда вдруг тебе так отдаленно кажется, что ты находишься не в этом месте и не в этом году. Это бывает крайне редко. Я называю это магией кино. Такое чувство возникало, возможно, из-за того, что сюжет «Армавира» был из настоящей жизни. Картина пересказывала масштабную трагедию – гибель парохода «Адмирал Нахимов». Вся страна знала об этом. Это было трагическое событие, которое освещалось просто по всем тогда каналам, во всех газетах. Это узнали все. Август 1986 год. В 20.00 адмирал Нахимов вышел из Одессы в свой обычный семидневный черноморский круиз. На борту 1243 человека. Сразу после отплытия началась дискотека. Родители уложили спать детей и, заперев их, в каютах ушли на верхние палубы, где были бары и рестораны. Пассажиры из кают нижних палуб открыли иллюминаторы, чтобы проветрить спальни. Столкновение произошло в 23.12. Сухогруз Петр Васев проделал в борту адмирала Нахимова пробоину площадью 84 квадратных метра. Тут сильнейший удар. Свет погас тут же появился. Когда мы посмотрели, Петр Васев уже отходил от нас. Черный такой, знаете, как, не знаю, какой-то монстра. Тревогу на адмирале Нахимове не объявили, и он продолжил движение. Через 4 минуты после столкновения крен составил 45 градусов, и на борту началась страшная паника. Я еле-еле вышла на верхнюю палубу. Я проходила возле бюро информации, там страшное что творило. Антонина Игнатенко плавать не умела, поэтому, едва придя в себя после столкновения, побежала в свою каюту за спасательным жилетом. Надела его и выскочила на палубу. Когда судно уходило, знаете, вот водоворот такой, вот кто-то выплыл, а кого-то подкинули. Вот у меня закинуло куда-то там, я не знаю где, но я уходила вместе с пароходом под низ. Кинодрама Вадима Абдрашитова о круизном лайнере «Армавир» вышла спустя 4 года. К моменту, когда фильм увидели зрители, расследование гибели адмирала Нахимова уже было закончено. Перед съемками картины режиссер Абдрашитов получил возможность прочитать материалы уголовного дела. Эти вот заявления людей, которые остались живы, но у них погибли близкие, это чудовище, это невозможно читать. Это вошло в «Армавир». Молодая семья, свадебное путешествие, и теща этого молодого человека добила через правком, достала какую-то путевку и подарила им, молодым, эту путевку, и они погибли там. Сами съемки получились почти документальными. Режиссер решил максимально приблизить их к реальной истории. Съемочную группу фильма «Армавир» тоже поселили на круизном лайнере Федор Шаляпин. Визуально он был копией своего прототипа адмирала Нахимова. Там находилась только группа. То есть там вас слушающий персонал, и жителей там не было, туристов. Важны были даже мелкие детали. Например, костюм героя Сергея Кармаша. Пока не нашли то, что нужно, Раб Трошитов не утверждал образ. Художник по костюмам предложила несколько вариантов, но все они категорически не нравились режиссеру. И тогда она решила поискать костюм на пароходе Федор Шаляпин. На этом пароходе нашла мне какой-то страшный пиджак, какую-то засаленную очень сильно мою. Все прямо настоящее. И говорит, ты не побрезгуешь одеть? Я говорю, нет, я не побрезгаю. Это такой был настоящий костюм. Я его надел, загримировался, пошел из автобуса на площадку, меня милиция не пустила. Вот. Я не был тогда еще таким известным артистом. Я говорю, ну-ка отсюда быстро. И вот когда я пришел на площадку, и Аб Трошитов увидел меня в этом костюме, он, конечно, был восхищен, потому что он был абсолютно настоящий. Но особых усилий потребовало создание главного образа – погибающего круизного лайнера. Для того, чтобы снять трагедию, пароход Федор Шаляпин даже накренили на бок. Страшновато было. Когда уже угасла музыка вся в барах, как бы он затихал, эта жизнь теплоходная. Ты возвращаешься в каюту, а он накренен. Нас оттуда все высинили, потому что это было опасно. И ночью страшно, кстати. Это страшно, конечно. Это очень были сложные съемки, очень ответственные, очень опасные, потому что толпа, давка. Это выглядит документально. Ужасно выглядит. В реальной истории было, конечно, все гораздо страшнее. Из-за открытых на нижней палубе иллюминаторов вода хлынула внутрь корабля. Те, кто был на палубе, прыгали за борт. Падающие в воду скамейки и шезлонги, буквально с метали цеплявшихся за борт пассажиров, нанося им травмы и сбрасывая их в море. Когда меня вот этот жилет точил наверх, я чувствовала, что-то падает на меня. Я чувствовала, что это были люди. Понимаете, я пыталась кого-то поймать, но у меня в руках почему-то вообще силы нет. Вот небо. Я не могла удержать кого-то. По свидетельствам выживших в катастрофе, перед лицом гибели ярко проявлялась истинная сущность людей. Кто-то отнимал у других жилеты и дрался за спасательный круг. Но были и те, кто до последнего вместе с членами экипажа помогал женщинам и детям, отдавая им свои спасательные средства. Погибла 28-летняя стюардесса Вера Федорчук. В темноте она, не умеющая плавать, пыталась спасти детей, которых родители уложили спать, но, к сожалению, не успела. Крики детей, звавших на помощь родителей, были самыми страшными звуками той ночи, когда затонул адмирал Нахимов. Пароход затонул всего за 8 минут. Спасательная операция на месте его гибели продолжалась несколько дней, хотя всех выживших спасли еще в ночь катастрофы. Когда вроде бы те же самые люди, которые были до посадки на лайнер и там, и оказались после этого крушения совершенно другие, поменялись. То, что происходило с людьми во время трагедии, актерам картины «Армавир» во многом пришлось ощутить на себе. Они тоже несколько часов провели в воде, ночью в открытом море. И я там посинел, в общем, в принципе. Я находился уже в каком-то полуумрачном состоянии, когда топили корабль, теплоход. Вот это действительно ощущение ужаса запредельное. Если же я по-настоящему все было, то не сделаю. И когда он тонул, приводил в некий такой дополнительный ужас, он тонул, но он светился. В фильме «Армавир» причиной гибели парохода стала ошибка капитана. В реальности причиной катастрофы тоже стал человеческий фактор. Круизным пароходом командовал Вадим Марков, опытный моряк. Капитаном сухогруза Петр Васёв был тоже опытный капитан Виктор Ткаченко. Оба допустили роковые ошибки, стоившие жизни сотням людей. Ткаченко не стал пропускать пароход и решился на рискованный манёвр. А Марков на момент столкновения находился в каюте и доверил управление своему помощнику Чудновскому. Тот принял решение о резкой измене курса, и столкновение стало неизбежным. Я хочу сказать Чудновскому, царство ему небесное, его считают виноватым в этой трагедии. Но вы понимаете, человек сознательно пошёл в каюту к себе, закрылся и утонул вместе с пароходом. А капитан Вадим Марков свой пароход пережил, его вытащили из воды. Для тех, кто фактически вернулся с того света, эта трагедия стала самым большим жизненным уроком. Впрочем, как показывает практика, человечество в целом не извлекает выводов из трагедий. Даже страшно в каком-то смысле. Когда срабатывает этот самый человеческий фактор, начинаешь задумываться. И приходишь к тяжёлым каким-то размышлениям, что очень часто твоя судьба, к сожалению, не просто в руках Всевышнего, а просто в руках какого-то человека, который не туда повернул какой-то тумблер, пошёл не тем маршрутом, нажал не на ту кнопку. В любом ЧП проявляются главные человеческие качества. Порой люди за одну секунду становятся настоящими героями и, не задумываясь, отдают свою жизнь, спасая других. Так произошло и во время катастрофы со скорым поездом «Юность». Хотя за несколько часов до трагедии никто и не думал о героизме. Вот это делит людей на живых и мёртвых, на разные характеры. И вот это показывает момент жизни. Ху-ис-ху. Фильм «Катастрофа. 34-й скорый» режиссёра Андрея Мулюкова во многом очень точно повторил все детали драматической истории. Поезд «Юность», который отправился из Москвы в Ленинград утром 27 февраля 1977 года, был скоростным и уже вечером должен был прибыть на московский вокзал города на Неве. Люди уже заранее вещи свои выносили, уже выставили в коридор, ну, чтобы ночь, чтобы успеть кому-то на метро там лечь, торопились. Стали готовиться к выходу и восемь курсантов Ленинградского пожарно-технического училища МВД СССР, среди которых и был Игорь Лёлин. Я ехал, наверное, через один или через два вагона от того, который загорелся. Приблизительно в 22.30 в вагоне, который находился в самой середине состава, возникло сильное задымление. Потом вспыхнуло пламя, которое моментально перекидывалось из одного купе в другое. Но почему начался этот пожар? Причиной возгорания стал человеческий фактор. Позже, после ряда экспертиз, следствию удалось прийти к выводу, что в тот вечер подвыпившая официантка буфета не погасила сигарету. Заговорилась у неё вот в этом купе, она, соответственно, задохнулась, погибла. И от этой такой дурацкой случайности, как в МЧС говорят, что катастрофа происходит от самых простых вещей, начинает гореть поле. Поняв, что происходит, многие из тех, кто оказался в эпицентре трагедии, растерялись и запаниковали. Люди кричали, метались по узкому коридору, спотыкались о вещи, которые стояли в проходе. В этой панике как раз люди гибнут. И на самом деле паника включает страх. А страх полностью производит волю человека. Но курсанты не растерялись. Прежде всего те, кто следовал в том нулевом вагоне. Михаил Жуков, Виктор Иванов и Юрий Малышев. Иванов, Виктор, нагруппник мой был. И он ехал, у него даже места не было, он в этом вагоне ехал в коридоре. В принципе, когда случилось, ему ничего не могло помешать, самому первому, наоборот, выскочить. А он погиб, потому что он помогал других людей направлять, а сам вот наглотался дымом и погиб. Единственное, что я видел голову человека, я заскочил на подножку, схватил его, чтобы выдернуть его оттуда. Рука соскользнула, если бы выдернулось только в кителю. Поэтому кителю потом опознали, что это Жуков подписывал. Курсанты делали все возможное, чтобы остановить панику. Но эгоизм некоторых пассажиров усугубил масштабы трагедии. Когда проводница стала открывать дверь тамбура, там же такие фиксаторы, то есть дверь должна открыться и зафиксироваться у стенки. Пока она открывала, то есть на ходу еще проводница больше была. Дверь захлопнулась, а люди сзади напирают. И в результате вот в этом тамбуре, сколько там, полтора метра на метр, там потом насчитали, по-моему, 11 тел. 11 тел. Так вот люди друг на друга вот так вот падали, задыхались и горели уже просто-напросто. В картине 34-й скорой проводница тоже оказалась на улице. Но еще до начала пожара Серафима пытается вернуться обратно, бежит за уходящим поездом, рискуя жизнью. В этой сцене актриса Елена Майорова на самом деле оказалась на волоске от смерти. Эпизод жуткий, когда, по-моему, посидел наш руководитель эскадерской группы. Когда Лена Майорова бежала за поездом, должна была, значит, спрыгнуть на подножку. А там то ли поезд сильно разогнался, она зацепилась, ее как понесло, ее чуть под колеса не закрутило, она просто упала. Хорошо, что рядом упала. На таких съемках актеры нередко рискуют жизнью. Зрителям кажется, что все трюки за них выполняют каскадеры. Но это заблуждение. Уходи! Сима! 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 На самом деле съемка была достаточно такая правдивая, можно сказать, страшная. Мы почувствовали себя, как будто, не дай бог, мы попали вот в ту самую настоящую ситуацию. Все было очень жизненно, натурально. У меня осталась даже такая травма на этой картине, я ее получила, так сильно подскользнулась. На подножке поезда нога съехала и стукнула так, что пробила все. Прям я была в сапогах высоких, и сапоги пробила. Перед съемками железнодорожники еще и покрасили вагон свежей краской, чтобы придать ему презентабельный вид. Вот напалмом обмазывали вагоны и поджигали напалмом. Он горит напалм медленно, красиво, а напалм попадает только на кожу, потому что это практически невозможно. Ни водой, ни чем. Товарищи, съемка, и давайте поджигайте. Руку дай! Скорей! Мне было 21-22 года. Чего там бояться? Мы наоборот говорим, мало огня, давайте еще. Молодость, наверное, по этому. Потому что каскадеры, которые опытные, ребята, я говорю, почему? С ума сошли. Во время съемок именно этой сцены Лев Дуров и его товарищи едва не погибли. Вагон, в котором снимались актеры, горел по-настоящему. Кинематографисты тогда решили снимать все в условиях максимально приближенных к реальности. Лев Дуров вспоминал, когда 34-й «Скорой» снимали, я и еще два актера чуть не сгорели в вагоне. Краска полыхнула, и нам ни туда, ни сюда. Стали бить стекло, оно не разбивается. И тогда подумалось, все, нам хана. Чудо, что они спаслись. Один из МЧСников просто совершенно обезумевший глазами, в ужасе «Они же горят! Вы что?» И включает огромную вот эту штуку, которая пеной тушит все. Они же должны успеть сгореть, их должны успеть снять, а он не выдержал психологически этого всего. И, конечно, Дуров был настолько потрясен этой историей. И тогда представили, что они сгорели бы. Тогда всех спас Лев Дуров. Актеры выскочили, а через несколько секунд от вагона остались одни головешки. Но об этих обстоятельствах зрители и не догадывались. Ой, я не могу. Это... Это любимый кадр, да. В вагоне поезда «Юность» ситуация разворачивалась еще драматичнее. Избежать трагедии не удалось. Прибыв на место пожара, подошел к вагону и понял, что до него дотронуться сложно. И недалеко вдруг я увидел полковника внутренней службы. Он стоял и плакал. Я подошел к нему, а он сказал, а среди Володя погибших 14 человек, 3 наших курсанта. Тогда от едкого дыма и огня в поезде погибло 17 человек, в числе которых были и курсанты-герои, Михаил Жуков, Виктор Иванов и Юрий Малышев. В присяге, которые принимали курсанты училища, были такие слова. Я клянусь добросовестно и беспрекосновно, выполнять все возложенные на меня обязанности, не щадить своих сил, а в случае необходимости и самой жизни. И курсанты доказали высокую верность присяге. Успех фильма «34-й скорый» был феноменальным. В 1981 году картину посмотрело более 24 миллионов человек. Почему кино? Оно великолепно, потому что оно создает и проявляет у людей те качества, которые они даже сами себе не знают. 1 декабря 1988 года страну потрясла трагедия, которую Советский Союз еще не знал. Мы вышли с типографии, и стоял автобус. Вдруг подошел мужчина и говорит, «Вы из 42-й школы?» Мы говорим, да. За вами приехал автобус, мы ваши шефы. В городе Арджиникидзе, сегодня это Владикавказ, четверо бандитов во главе с рецидивистом Павлом Якшиянцем, захватив автобус, взяли в заложники 30 детей. Весь четвертый класс вместе с учительницей. Как оказалось, захватчики приготовили банки с бензином и расставили их по всему автобусу. Они угрожали детям, что могут бросить на пол спичку, и произойдет взрыв. Когда мы увидели, что баллоны под сидениями, вот тогда пришел страх. Мы начали плакать, было страшно. Хотелось домой, хотелось к родителям. Уже через год на экраны вышла кинолента режиссера Георгия Натансона, взвесившийся автобус, почти документально рассказывающий о тех трагических событиях. Я знал, что такое случилось. И поэтому было как-то удивлено, и как актер рад, что мне предложили играть в этом фильме. И мы снимали в тех же местах, где это происходило. А теперь цыц. Состав в картине подобрался звездным. Ивар Калнинш сыграл полковника КГБ, прототипами которого стали Таймур Азбатагов и Евгений Шереметьев. Если давать характеристику Ивару, то я ему просто по-мужски дам, что это настоящий мужчина. Игорю Бочкину досталась роль главаря панды Якшиянца. Пусть орет. Начинается, что приходишь, берешь детей, а потом канистра с бензином. И уже можно говорить, улыбаться, или не улыбаться, уже канистра с бензином. Как купался в этой роли мерзавца-негодяя Игорь Бочкин, играя Якшиянца. Там есть сцены, когда он подходит, берет за щеку и так вот щиплет полненького мальчика-школьника. Надо было видеть глаза этого несчастного ребенка, который смотрел на этого негодяя. А маяк Акопян очень точно изобразил 26-летнего уголовника по кличке Жила. Выйдя на эту детскую аудиторию, я увидел мне детский взгляд в этих детских глазах. Всю съемочную группу потрясла работа детей в кадре. Они настолько погрузились в историю, что было ощущение, будто эти дети сами пережили нечто подобное. Я помню, девочка одна должна была рыдать. Она, по-моему, зарыдала на раз, два, три. И, конечно, с детьми здесь нетрудно играть. Хотя они меня любили и не любили, их нужно сначала расположить. А потом уже... А потом, если ты не дурак, то скажешь, ну, потерпи чуть-чуть. А ну, задерни. Разгвозит щенков. Когда случилась реальная травма, Даймур Азбатагов был первым заместителем министра МВД республики. Он руководил операцией по освобождению заложников. Стекла были зашторены темными тряпками какими-то. И все-таки удалось рассмотреть, что там дети, и на каждом сиденье баллон с бензином. И вот тут мы уже осеклись и говорим, а как же штурмовать? Стрелять в автобус? Не зная в кого, если не видно там ничего, сгорел бы вес автобуса, да, и с детьми. Начались переговоры. Бандиты предъявили ультиматум, написав свои требования на куске бумаги. Преступники написали, что взяли в заложники, ну и готовы говорить с кем-то. Ну вот этим с кем-то оказался я. Мои переговоры продолжались где-то с пяти часов вечера до шести часов утра следующего дня. Это немногим более двенадцати часов. В разговоре с Батаговым через рацию бандиты потребовали оружие, крупную сумму денег в иностранной валюте, грузовой самолет с беспрепятственным вылетом в Израиль. На размышления властям захватчики дали 40 минут, в противном случае угрожая каждые полчаса убивать по одному ребенку. Сказал, сядь, пока я тебя не убил. Отказываться от своих требований бандиты не собирались. Преступников было четверо. Якшиянцы и его подельники. В оперативном штабе быстро нашли информацию о каждом из них. Якшиянц был трижды судим. За разбой, крапеж и воровство. Его сообщник Владимир Муравлев был судим дважды. Все они употребляли наркотики. Кололись даже в автобусе при детях. Они раскладывали это все на полу. Я как сейчас это помню. Мы не понимали, что это происходит. Что они вводят себе в вены. Требования захватчиков оказались трудновыполнимыми. В аэропорту Арджоникидзе не нашлось взлетной полосы, способной принять тяжелый лайнер, который вместе с автобусом мог бы долететь до Израиля. Поэтому захватчики приняли решение ехать в минеральные воды. Вслед за ними двинулась вереница милицейских машин, кареты скорой помощи и десятки машин родственников. Их, как и в фильме, пытались остановить патрульной машиной. Но это оказалось невозможно. Долго снималось, пока из Владихавказа доехали до Минвода. Мы едем на машине уже за автобусом с детьми. Так переживали те, все участники массовок, особенно родители. Там была сцена как будто натуральная. Все кино, мы говорим, стоп, не надо так натурально. Этот фрагмент, он имел место. Я более того скажу, что его могли взять вообще сбросить в обрывы. Человек готов порвать такой ситуации. Автобус въехал на летное поле только около 4 утра. На взлетной полосе бандитов уже поджидал транспортный самолет Ил-76Т. Детей никто не видел. И никто не знал точно, в каком они состоянии. С бандитами удалось договориться на 2 миллиона долларов. Москва разрешила выдать террористам 4 пистолета Макарова в обмен на детей. Первыми выпустили дрожащих от испуга девочек. Вообще страшная ситуация. Когда ты не знаешь, что с твоим ребенком, и увидишь ли ты его когда-нибудь. И мама, и папа, и... Плакали. Все плакали, все плакали. Это была беда для знакомых, незнакомых, родных, близких. Это была и единая боль. В обмен на оружие и деньги сотрудники КГБ вызвалили из рук захватчиков 20 школьников. Еще четверых выменили на наркотики и наручники для членов экипажа самолета. Уже перед самым полетом Якшиянс все-таки завел на борт троих детей и учительницу. Отдать всех бандит согласился только после того, как полковник Шереметьев предложил ему оставить себя в качестве заложника. Пока он стоял под прицелом пистолетов, учительницы и обессиленные школьники покинули самолет. Кровопролитие удалось избежать. Как нам повезло, что мы остались живы. Ведь могло быть что угодно. Сейчас мы понимаем, что мы были во власти наркоманов. И как они могли себя повести, никто не мог предугадать. И слава богу, что мы остались живы. Это все благодаря Эмураджу Дагазовичу в том числе. За мою многолетнюю работу это был первый случай, бескровно завершенный. Я не знаю, что бы со мной было, если бы хоть один ребенок что-то пострадал. В картине «Взбесившийся автобус» герою Ивара Калнынша пришлось, оставшись с бандитами в самолете в заложниках, вступить с ними в единоборство. К сожалению, без травм на съемках не обошлось. А маяк падает через лобовое стекло. Довольно натурально там какое-то повреждение получил. Сейчас компьютерная графика тогда не было. Даже никаких компьютеров, все на пленке снимали. Это все ручная работа, можно сказать. Ну, конечно, были травмы из обреза, когда стреляли. Ну, это было метров там 20-25, может. Ну, и так-так больно по ноге ударили. Пока освобожденных детей приводили в чувство, самолет с бандитами вылетел в Израиль. По прибытию в Израиль преступники по просьбе советской стороны были задержаны. Бандитов передали советским властям. Освобожденных детей отправили в Орджоникидзе, где их уже дожидались родные. На улице вышла, казалось, половина города. И почти все люди плакали, осознав, что весь этот кошмар, наконец, закончился. В марте 1989 года Верховный суд приговорил всех бандитов к тюремным срокам от 3 до 15 лет. Якшиянцу на зоне пришлось не сладко. Делай, что хочешь. Убивай, воруй. Это, это, это. Просто вот только не трогай детей. В картине «Взбесившийся автобус» важно было подвести главный итог истории с захватом детей в заложники и показать людям, что любое зло обязательно будет наказано. Эта простая, но верная мысль оказалась понятной во всем мире. Именно поэтому взбесившийся автобус закупили и посмотрели во многих странах, в том числе в США. Пусть мировая общественность знает, что наказание неминуемо любому бандюгу, любому преступнику. Но одно дело, когда зло исходит от конкретного человека, которого можно поймать и наказать. Другое, когда причиной ЧП становится ряд обстоятельств, и виноватых найти очень трудно, а наканул целый город. 7 апреля 1974 года во время строительства ленинградского метрополитена на участке между станциями площадь Мужества и Лесная произошла авария. 12 лет спустя зрители увидели ее во всех подробностях в фильме Дмитрия Светозарова «Прорыв». Основные съемки фильма проводились в тоннелях новых строящихся линий ленинградского метро. Картина «Прорыв» была снята практически пошагово по материалам следствия по делу об этом масштабном ЧП. Это достаточно большая была катастрофа. Истинная причина этой катастрофы, я думаю, что ее не все знают, но мы ее знали, когда начали создавать фильм. Как оказалось, по утвержденному плану, участок площадь Мужества и Сная должны были сдавать гораздо позже, но начальство свыше в категорической форме предписало ленинградскому метрострою форсировать работы. Мы в шахте 213. День за днем эти трудные сантиметры слагаются у метры тоннеля, который соединит площадь Мужества и станцию Лесная. Тоннеля, который ленинградские метростроевцы решили сдать на год раньше намеченного срока. Впервые в истории метростроения ленинградские метростроители встретились с такими необычайно трудными геологическими условиями. Участок, который предстояло пройти метростроевцам на глубине 70 метров, пересекает древнее русло Невы. Полукилометровый отрезок из смеси песка и воды, так называемый плывун. Из-за сжатых сроков строительства было принято решение проходить через него, разместив один тоннель над другим. В мире аналогов такого проекта нигде не было. Поначалу все шло успешно. Так продолжалось до 7 апреля. Днем в верхний тоннель для работы во вторую смену спустилась бригада Константина Татариновича. А через полтора часа в метро случилось ЧП. Мы начали проходку. Вдруг где-то полпятого смотрим, швист такой идет. Знаете, воздух, когда уже давит же, оттуда идет плывун. Ну и воздух начинает искать дырочки, как швист. И такое давление было сильное, что кажется, вот-вот должна эта конструкция рухнуть. На самом деле проходчики поначалу не слишком-то испугались. Они решили в соответствии с инструкцией заткнуть неожиданно родник особой паклей. Однако в ту же минуту мощная струя ударила в другом углу забоя. Тогда бригадир Татаринович принял решение остаться в забое и как бы то ни было остановить воду. Люди в экстремальных ситуациях себя проявляют по-разному. Их какая-то истинная натура, сущность, она выходит наружу. В фильме «Прорыв» нагоняемые плавуном, а по сути дела волнами подземной нивы рабочие, бросились бегом по недавно пробитому тоннелю, все еще не догадываясь, какими нешуточными последствиями грозит внезапная авария. О ее масштабе они не подозревали. Истинные размеры дали о себе знать часа через два, когда на нескольких ленинградских домах появились словящие трещины. И когда в образовавшуюся внезапно промойну рухнул посреди проспекта целый троллейбус. Подгружение троллейбуса под землю, которая проваловалась там, это все делалось реально. Притом трудности были какие. Мы снимали это 1-2 января, а это должно быть лето. Поэтому это размывался снег, разметались улицы, люди, которые в кадре, переодевались в рубашки. На съемках картины «Прорыв» актеры и вся съемочная группа сильно рисковали. Тогда ведь нельзя было дорисовать недостающие разрушения. Поэтому многие вещи пришлось снимать и переживать по-настоящему. Так, например, в сцене, где ростоцкие кузнецов плывут в лодке, над ними начинают трещать и ломаться балки. Стоял кран с 25-тонными, и по команде он начинал опускать. А мы, я с камерой и актеры находились под этими бревнами. Бревна реально трещали, ломались, и мы под ними снимали. Естественно, опасность была большая. Слава богу, что обошлось без жертв. За время съемки прорыва я уж как минимум раз в 10 мог погибнуть. А в 2012 году на экраны вышел еще один отечественный фильм, рассказывающий про катастрофу под землей в московском метро. Блокбастер режиссера Антона Микертичева «Метро». Приготовились! Вы только начали! Оператором этого фильма был тоже Сергей Астахов, уже имеющий опыт подобных съемок. Фильм «Метро» также снимался в настоящем метрополитене. В Москве в этот момент сменилось руководство московского метрополитена, но, к сожалению, новое руководство, ну, так сказать, испугалось. В итоге мы снимали в Саратове. Но для сцены затопления были выстроены декорации. Декораторы построили 100-метровый тоннель и поезда в масштабе 1 к 3. Сверху поставили резервуар с водой, который в нужный момент просто открыли. По сценарию в фильме «Метро» первыми жертвами прорыва воды стали не метростроевцы, а обычные пассажиры. Подземные воды буквально затопили один из поездов. И актерам на съемках большую часть времени пришлось провести в воде и в закрытом помещении. Они, по сути, на себе испытали то, что чувствовали метростроевцы, оказавшиеся в тоннеле, который заливала вода из плавуна. Все-таки вода, фактура такая очень серьезная, как бы она непослушная. Но когда сбрасывались какие-то тонны воды на нас, были тоже поражены вместе со зрителем, только мы раньше на год. Это были в прямом смысле фантастические съемки для меня. Это был такой первый опыт. На съемочной площадке фильма «Катастрофы. Метро» не обошлось без происшествий. Вершиной риска стал случай, произошедший во время съемок сцены с отопления вагона. Открыв воду, создатели заметили, что в дальней от камер части вагона кто-то сидит. У некоторых актеров произошли приступы к клаустрофобии. Я смотрю на Толю и понимаю, что у него что-то странное происходит со зрачками. А у меня почему-то очень сильно колотится сердце, хотя я очень хорошо плаваю и ныряю. И вдруг Толик говорит, ребята, по-моему, у меня клаустрофобия. Я говорю, слушай, по-моему, я поняла, что со мной. И вот это вот ощущение, когда спирает дыхание, и есть только вот такое прямо вот ожилы, трясутся, вот такое рвение, спасти свою жизнь. Съемки, конечно, были тяжелые во всех смыслах. Вот эта массовка, грязь, вода, всегда это такое освещение, вынужденно полутемное, с мигающими фармами, какие-то искры, пиротехник. Ну, в общем, это сложная была картина, конечно же. Сложно было не поверить, что это реально туннель. То есть, смотришь за окно этого вагона, и ты видишь эти кабеля, эти темные стены, мерцающий свет, разбитые стекла какие-то. Там лежат и манекены, и трупы, и люди, каскадеры, и трупы, и видят все в крови, в каких-то искореженный металл. Это было очень правоподобно. На съемках фильма «Метро» актерам приходилось по 12 часов работать в холодной воде. Ну, если не очень долго там сидеть, то ничего. Просто предлагаю всем туда спуститься и испытать их глазки. В одном смысле мы все были немножко герои, потому что вот именно под 12 часов, не вылезая из воды, там и перегрев тела происходил, потому что гидрокостюм был утепленный, он на самом деле согревал, но приходилось даже и холодную воду подливать. В какие-то моменты, наоборот, было холодно, потому что и руки мерзли, там и голова, там были сбросы воды, и падения, и каскадерские всякие вещи. Кино – это все-таки кино. Там выстраивается та линия поведения, которая вырабатывает определенную зрительскую эмоцию. Не надо думать и наделять себя такими качествами, как у твоих героев. Надо быть на стороже всегда. Никто из нас, к сожалению, не застрахован от катастроф, дураков и негодяев. Но если вдруг придется с этим столкнуться в жизни, дай бог, чтобы рядом оказались смелые и порядочные люди. Те, кого и в жизни, и в кино мы называем героями. Субтитры создавал DimaTorzok